Дорога к морю на навигаторе сплошная зеленая полоса. Автотуристы шутят, прибором сразу и не веришь, но когда выезжаешь на трассу, настроение поднимается. Несмотря на поток машин, отдыхающие в направлении джуга едут, как говорится, с ветерком. Добрался замечательно, как бы основных пробок на данный момент не было, пока ехал. Доехал из Омска на своей машине, еду на юг отдыхать, добрался хорошо, пробок на дорогах пока нет, все спокойно. Экскаваторы и бульдозеры сейчас можно увидеть разве что на обочине. Дорожные работы на трассах к морю завершены, как и поручил глава региона. В июне Вениамин Кондратьев осмотрел трассы с воздуха и сам проехал их на автомобиле. Он отметил, что от транспортной логистики зависит, какие впечатления о Краснодарском крае с собой увезут туристы. Чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда отдыхающим приходилось часами стоять в многокилометровых пробках, губернатор дал дорожным службам срок, чтобы убрать реверс и все ограничения. Работу успели завершить и в разгар сезона водители говорят не о заторах, а о качестве дорог. В этом году еще лучше, чем в прошлом году, потому что там поставили светофор. Откуда ехали? О, из Армении приехали. И как? Нормально, хорошо. Без пробок? Без пробок. Все нормально. Санкт-Петербурга двое суток. Качество дорог отличное. Конечно, как отмечают строители, пропускная способность трассы ограничена, и ее еще нужно будет расширять и адаптировать под гигантский поток туристов. Вся техника на сегодняшний день убрана, движение осуществляется без ограничений, без реверсивных движений. Сегодня в том числе идет взаимодействие с органами ГИБДД по снятию напряжения с данных трасс. Сложные участки сейчас контролируют сотрудники ДПС. Так что, если соблюдать культуру вождения и не обгонять по обочине, то дорога на курорты Краснодарского края будет быстрая и комфортной для всех. Ксения Попова, Леонид Манчинский, Белла Грехова, Олег Перминов, Кубань, 24, Туапсинский район. Ксения Попова, Леонид Манчинский район.